Сказали мне с Изюма, звонили когда из Харькова, они сказали, что именно всех пришлось выписать врачам после этих выходных, потому что все были исцелены, и легкие ран переломы, и тяжелые переломы были все исцелены. И мне до сих пор трудно осознать, понять. Я, как тот еврей, порой говорю, господи, господи, я верую, но помоги моему не верю. Но опять-таки, это все такая суета на самом деле, нет, это хорошо, это все благочестиво, правильно, но это ничто, по сравнению с важнейшими вещами. Даже если ты воскрешаешь мертвых каждый день, исцеляешь кучу больных каждый день, гоняешь бесов направо-налево, это все суета религиозная. На самом деле есть вещи главнейшие, это все правильно, это благочестиво, да, действительно, бесов гонять, это правильно, больных оценивать, это правильно, да, значит, мертвых оценивать, это правильно, но есть главнейшие вещи, Иисус сказал, что многие скажут мне в тот день, дамы и господа, братья и сестры, действительно скажут, и это огромный позор христианства. И я скажу, что констатирую факт, что на сегодняшний день, к сожалению, также очень много служителей я знаю, христианских служителей разного уровня, и также они многие убеждены, что раз чудотворение, раз благодать это действует, раз исцеление, раз воскрешение, значит, это все вот жив Бог и вот жива душа моя. Вот, но скажут в тот день, Господь скажет, Мессия, сам Машех скажет в тот день, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Как? Какое беззаконие? Они же правильно все делали. Вот, и дамы и господа, братья и сестры, без возрождения духовного, перерождения этого духовного, нет ничего, все остальное, это все коту под хвост, все христианство, само христианство как религия, я ненавижу просто. Потому что и в первую очередь в себе, в своем служении даже, знаете ли, мне порой стыдно, что я христианин, почему, потому что христианство часто ассоциируется с вещами, которые противны моему Господу, которые противны, ну вообще здравому смыслу, противны Слову Божьему, противны, ну скажу, я православный священнослужитель, уже больше 30 лет несу служение православного церковного священнослужителя. Но и православие, и понимаете, я все вижу, что действительно это порой для людей, как вот, как для улитки, допустим, это скорлупа, да, вот какая-то, или как-то, не скорлупа, но оболочка эта вот. Вот, потому что истина, она только в Иисусе, истина во Христе, ни в мусульманстве, ни в христианстве, ни в буддизме, ни в иудаизме, ни в чем, ни в религии, ни в политике, ни в чем нет истины. Истина в Иисусе, истина в Иисусе, вот и погружаемся в Него, спасибо Господь, что действительно, ты новая жизнь, ты не религия, ты не христианство, ты не православие, ты не религия, ты жизнь. Спасибо, Господь, спасибо, Аллилуйя, Аллилуйя, за Его любовь, спасибо. Если мы дальше будем купать, реально, мне тяжело или мне радостно, бей тревогу, потому что ты вне Христа, ты сейчас попал под руку дьявола. Да, 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 обман такой, да, у Иоанна все четко, у кого нет любви к ближнему, но это не та любовь, давайте различать. Да, совершенно не та любовь, не эмоциональная, просто человеческая. Ты под властью смерти, ты под властью исповедуй все, что хочешь, но ты под властью смерти. Родные, все эти эмоции, все эти мысли, все эти чувства, я что-то увидел, и что-то меня захватывает, хорошее или плохое, как этот, Петр по воде, Кефа по воде, реально, пошел по воде, по ситуациям, по всем, потом начал насмотреть на воду, на ситуации, на штормы, на бури, и начал топать. Но он вовремя спохватился и говорит, спаси меня, Господи, он вовремя просто начал орать и бить тревогу. Да, поэтому ори и бей тревогу. Реально, он вовремя просто начал орать, и Иисус что его упрекнул? Чего усомнился, маловер? Да. То есть, это меня захватывает, значит, я усомнился в его благости, в его контроле над моей жизнью. Да. Давайте четко разбирать, что такое вера. Да. Вера без дел мертва. Да. Но это дела не наши. Если я говорю, Боже, прийди, я тем самым показываю свою веру. Угу, ну да, свою веру. То есть, я показываю, что Бога со мной рядом нет, ему нужно ко мне прийти. Да, да, что есть расстроение такое. И я в это верю, понимаете? Да. Да. То есть, веру на самом-то деле показывает твоя жизнь, твой способ жизни. И Иаков это четко говорил. Поймите, это не значит, что я сейчас буду показывать свое дело, я сейчас буду делать. Это спонтанные реакции твоей веры, это спонтанные реакции на ситуации. Угу. Он говорит, вот ты молишься, чтобы Бог тебе дал там 10 тысяч долларов, а если я сейчас тебе там 5 миллионов положу вот так вот, ну в руки, да, дам. Я говорю, я уверен, что мы все почувствуем, как твое сердце бьется. Ага, ну да, я представляю эту картинку. Вот, а есть люди, которые, ты говоришь, вот тебе там 100 миллионов наличников, положила там. Да. И все. Вот это в любви, пребывание в любви. То есть, для него, вот он верит, он понимает, он осознает это все. Ага. На него свалилось, и он не знает, что с этим делать. Да, что с этим делать. Тряска. То есть, ну вот реально, то есть, меня захватило что-то там плохое с моей женой случилось. Что случилось? Как, как, что мне делать? Стоп, ты уже в неверы. В шаломе нужно. Шалом, шалом. Ты без веры. Да, мир. Чего усомнился, маловер? Почему ты усомнился? Почему твои реакции, эмоции показали твою настоящую веру? Угу. Почему они не преображены? Угу. Почему ты сейчас ведешь себя, как обычный язычник? Угу. Тебе страшно. Ты переживаешь. Ну так я же ее люблю. Да. Ты прикрываешься вот этой любовью, вместо того, чтобы сказать, да, я ее люблю, Господь. Ты, 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 ты хозяин ее жизни, исцеления, приди, потому что я ее люблю. Аминь, аминь. Почему ты говоришь, вот, почему ты... Это те же эмоции, но и другие совсем, они из другого источника. Ты говоришь, да? Да. Что сделай нам двоим супчик. Да. Ну, понимаете, просто совсем другие эмоции, совсем другие реакции, совсем другое состояние сознания вне страха. Угу, да, да. Совершенно, как это, тот, кто боится, несовершенен в чем? Несовершенен в любви. В любви, родные. А совершенно любовь изгоняет всякий страх. В любви, вот о чем мы тут говорим. Вот, вот, вот. В любви. Да. Все просто. Хо. Кто боится, кто переживает, кто думает, как бы мне что-то там. А у Петра все четко, да? У Павла. У Павла. У Павла. Да? Кто сомневается, но делает, уже грешит. Угу. Ибо это не по вере. Угу. Уже грешит, все четко. Может так, может так, ну ладно, я вот так сделаю. Ты уже все, то есть уже, уже, уже не важно, как ты сейчас поступишь, это уже неправильно. Это уже не по любви. Это уже ты под властью смерти. Угу. Беги от этого состояния, тебе сейчас спаситель нужен. Да. Вот как бы, вот сколько христиан, я, я спасен. Нет, ты не спасен. Сколько ситуаций, когда тебе действительно нужен, просто спаситель. Из этой ситуации. От тебя самого, вот тебе нужен спаситель. От твоих эмоций, твоих реакций, твоей жизни. Да, в первую очередь, да. Да. Спасение, понятие, да, созу. Да. Как это? Спасен, правильно? Да. Исцелен. Целостен. Обеспечен. Угу. Перенесен от смерти к жизни. Защищен. Ага. И это все, то есть слово спасение, даже в греческом, имеет столько значений. Да. Если мы говорим, я спасен, что моя душа пойдет на небо, меня сейчас бьют, я болен, нет, ты не спасен. Спасение включает твое исцеление. Да, да. Спасение включает твое освобождение, твоей семьи, твоих финансов, твоей всей жизни. Вот это спасение. Бог не только в духовных сферах, знаете ли, как было у язычников представление такое, да, значит, это только невидимое. Все триедино, да. Бог, Он во всем, все во всем. Да. Ибо из Него жизнь, да, и мы живем. Спасение, спасение во всем. Движемся, существуем, да. Да. Абсолютно. Абсолютно. И... Совершайте спасение ваше, как говорит Павел. Да. Совершайте. Это не значит, что я не спасен или там всякое. Я искуплен, но я совершаю спасение, и согласно рейдам. Угу. То есть я бегу, я сам бегу. У меня еще случаются кое-какие вещи. Сейчас еще другие сферы нужно подправить. Господь ведет, бизнес начинает, финансы подправить надо. Да. Еще какие-то сферы. Сейчас вот полгода скоро. Трансформирует Бог наш разум, да, жизнь нашу. Скоро полгода видео уже не выставляю, и еще, наверное, два месяца у меня пауза будет, а потом начну совсем по-другому. Угу. Вот. Угу. Совсем другие вещи говорить. Да. И, родные, я бегу, я не знаю, как кто, я бегу. Хотите, присоединяйтесь на этом пути. Реально, чтобы все сферы жизни были покрыты. Это круто. Это реально, слава Богу. Чтобы действительно плоды Духа начали проистекать. Вот эта благость и кротость, мир, долготерпение, радость, любовь, праведность. Ай, родные. Ай, спасибо. Это славит моей жизни. Спасибо, Господь. Нету страха. И пусть и не будет. И так сфера за сферой, победа за победой. Львы и медведи, извините, это Голиафов еще не дорос. Как кто? Голиаф будет. Это за ним не постоит, насколько я читаю Библию. То есть это как бы автоматом меня попросили там что-то сделать. И там будет Голиаф. И все. Но обычный, да, медведь просто не такой волосатый. Я этим пасть рвал. И тому пасть рвал. Ну реально. А давайте я просто буду пасть рвать львами и медведем. Которые мою жизнь превращают в ад. Которые не дают реально Божьей славе проявиться. Мою семью, мои финансы, моих детей, мою внутреннюю жизнь, молитвенную жизнь. Мои мозги, моих родных и близких. Давайте с этого начнем. И вот тут зациклимся просто на этом. И будет победа за победой, победа за победой, победа за победой. И все это превражается в нетление. А там дальше и люди подтянутся. И тебе не нужно париться, как служить людям. Потому что ты просто рассказываешь, как ты побеждаешь, как ты живешь. И они точно так же будут. Что тут мучиться? Да. Служение исходя из любви, да. С позиции любви, с позиции шалома, этого мира, этого. В Боге, с Богом это совершенно иное вообще. Иная вера совершенно. Мне нравится реально побеждать. Я тащусь не от того, что кто-то, понимаете, да, исцелился, там, оно автоматом уже там идет, 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 идет. Это хорошо, да. Но я тащусь, понимаете, когда что-то смертельное там ко мне приходит, и оно уходит точно так же, как и пришло. Я тащусь, когда мои сферы жизни преображаются так, что и вся слава Господу, и все удивляются. Вот от этого я тащусь. Когда, не для того, чтобы писать это в Фейсбуке, а Аллилуйя, понимаете, да. Я чуть не умер, там, Аллилуйя, там, еще что-то. Аллилуйя, нет, это мое, это мои победы, это мои личные, это Он между мной и Богом, и Он только знает. Нет об этом писем, нет об этом сведений. Нет, нет, ну это такой кайф, реально, просто обламывать рога дьяволу, и все его планы рушить. Только он настроил, настроил, ты смотришь, о, прикольно. Тадах, все, о, прикольно опять, тадах, и Господь просто прославляется в этом. Это круто, это на самом-то деле. Так, вау. Я не знаю, у меня азарт, реально. Там дети больные, что-то еще больное. У меня эмоции уже начинают шутить. Вау, Аллилуйя, Господь, класс. И со мной разберешься, и с другими, потому что Он настолько любящий, настолько классный, настолько все. И Его победа активизируется во мне, да. Там денег нет, вау, Иисус, прикольно, что будет сейчас. Давай, еще раз дадим те остатки, то, что есть. И все классно. И любое препятствие тогда становится просто ожиданием еще большего чуда, больше славы, его славы, тогда в жизни, да, в судьбе. И это азарт. Да. Тема Иисуса. А, тема, да, какая тема вашей трансляции. Вообще, я назвал просто, вот, архиепископ Сергей и епископ Киев, и мы общаемся. Встретились друзья, встретились братья. Вот, вместе с Иисусом общаемся. Иисус во мне, Иисус в нем, Иисус среди нас, да. И мы общаемся, любим Господа, делимся. Вот, вообще, ну, тема изначально утром, я вот, если вы посмотрите видео, которое я загрузил уже, да, значит, там, это, тема была День Благодарения. Я утром прогулялся, я здесь в парке, вот, здесь очень красивый парк Киото называется. Это я сейчас в Киеве, значит, в нашей Киевской архиепископии, значит, и вот на улице Киото, сейчас живу здесь на съемной этой квартире, значит, значит, и здесь наши тоже архиепископии сейчас. Здесь проводим тоже встречи, молитвы, собрания тоже, значит, а воскресное служение на Кловске также. Отец Алексей ведет их, значит, там, можете приходить на служение в воскресенье, если вы в Киеве. Вот, а наше общение какое? Братское сейчас общение. Я не знаю, как это видео потом назову, даже, честно говоря, но я знаю одно, что Христос в нас, упование славы, это самое великое просто чудо. Вот, уже говорили братьям, там, значит, предыдущие, значит, там тоже были вопросы, значит, что должно родиться свыше, вот, вообще, о чуде духовного возрождения, перерождения и прочих. Ну, основа внутренней жизни, реально. Основа внутренней жизни, да. Читал, вот, 13 глава, первое послание к Оримфинам, вот, как раз Кифа зачитал сегодня, вот, там, всем послание Павлова, значит, 13 главу, и мне очень понравились слова, как раз, Кифа, о том, что, действительно, вот, даже если год посвятить своей жизни, вот, именно рассуждение над этой главой, то в этом просто, ну, база будет мощнейшая. Знаете, я что вспомнил еще, кстати, вот, слова, не слова, а как притча, не притча, рассказ, не рассказ, значит, говорят, это были они сказ, а может быть, это просто сказ, я не знаю. В древнем Патарике был такой, в православном уже Патарике был такой рассказ, значит, что вот там в пустыне негде, там, сирийской или где-то еще в пустыне заярданской, жило два старца. Ну, они жили не так далеко друг от друга, но они были отшельниками, они жили сами по себе и тот, и тот другой. Но у них было принципиальное отличие, один из них был книжный, другой был некнижный, то есть один из них был грамотный человек, значит, читал писание, другой был неграмотный человек. Это сейчас век всеобщей грамотности у нас, дамы и господа, да, значит, но не всегда было так, и вот, значит, и они были вот по соседству. Иногда встречались в пустыне они друг с другом, и вот книжный брат сказал некнижному как-то, брат говорит, вот я человек книжный, я грамотный, я читаю писание, я вижу, ты вообще ничего не знаешь, приходи ко мне, мне будет за удовольствие даже почитать тебе что-то из писаний, ну, поназидаешься тоже, порассуждаем. Хорошо, я хоть-нибудь зайду к тебе тоже, брат. Вот они так поговорили, в пустыне разошлись, прошло немного времени, и книжный брат читает Слово Божье, и вдруг видит, этот некнижный подошел к нему. О, хорошо, молодец, садись, мил человек, давай почитаем писание, я почитаю, ты послушаешь, хорошо, и вот он стал читать писание, он стал читать, и вдруг этот некнижный, он вдруг вскакивает и говорит, извини, мне нужно сейчас уйти, и он очень так скоро, как бы, покинул вот эту встречу и ушел. Ну, ладно, может, мало ли, что у него там приключилось, что-то надо ему, вот, или пойти вне стана, как говорят в писании, да, вот, мало ли, или что у него там случилось. Одним словом, он пошел, значит, да, прошло день, два, проходит три, там, неделя, больше, месяц, оттого брата все и нет, и нет, больше не заходит. Ну, ладно, думать, мало ли, как бы, в жизни всякое, может, он там молится сейчас отдельно как-то. Проходит время, и они в пустыне, вот он снова вышел куда-то в пустыню, и они встречаются снова в пустыне, не у его кельи, а вот на нейтральной территории. Встречаются, и книжный говорит этому некнижному, брат, говорит, а чего ж ты, говорит, так вот очень быстро ушел, как-то даже не дослушал даже одну главу, я немного лишь прочитал совсем, и ты вскочил, вдруг и ушел. И я тебя ждал, ждал эти все эти дни, ждал, а ты так и не появляешься, ну, как бы, приходи. И вот некнижный сказал ему, знаешь, говорит, брат, говорит, я, говорит, вот тоже, я прекрасно понимаю, вот ты то, что прочитал, я, вот прошло столько времени, я до сих пор еще это не исполнил. Вот я хочу это вот исполнить, а потом я это попрактикую, а потом я приду еще за добавкой, за порцией Слова Божьего. Вот примерно такая была история. И брат книжный расплакался, и, говорит, я, говорит, много писаний, говорит, знаю, значит, я книжный всю жизнь, говорит, вот, но, говорит, вот об этом я и не думал, о вот такой практике, которую ты, вот, как бы. Ну, я так примерно рассказ этот перевожу сейчас, его в фоторике древнем как раз и прописали, об этих вот старцах. Знаете ли, этот рассказ, он учит нас еще и тому, что действительно порой горе от ума, знаете ли, невозрожденного особенно. Вот, значит, ну, даже и от возрожденного, но когда это действительно не в духе и в истине, когда это действительно, вот, знаете ли, лишь для ума, а не для практической жизни. Вера христианская, она практичная, знаете ли, истинная, истинная. Если брать истину в Иисусе, Иисус очень практичен. Пусть Бог благословит всех вас. У нас хорошее сегодня общение. Я очень рад, что сегодня Кифа заехал в гости, попили каву, вот, значит, здесь вот угостил пучины меня. Мне понравилась здесь картинка, видите, да, с ребеночком, классно. Ангелочек. Ангелочек, да, такой, но с крылышками такими, да. Вот, мне так понравилось, сюжет очень понравился. Вот, такой детский, такой ангелоподобный такой сюжетик. Вот, и знаете, вот о чем рассуждаю? О чем могут быть наши рассуждения? О любви, то, чем мы живем. От избытка сердца говорят уста. Или, как говорят, у кого чего болит, у портой говорит. Вот, мы об этом все говорим. Вот, и, конечно, ну, не просто к разговорам все сводим, потому что, вот, звучали, ну, как бы я оглашал некоторые вопросы, а к практике, к нашей христианской практике. Классная история вообще. Хорошая история вообще. Много хороших историй в христианстве, да. Столько глубин в этом, в этом, в этом, в этом предании. Да, древний Патерик. Рассказ об отцах древности. Многие из них даже безымянные. То есть, даже неизвестно, были это или не были. Да не суть, настолько, столько мудрости. Вот это одна история. Да. Ее взять и начать так жить. Да. Вот и все, больше ничего не надо. Да, в этом все уже, вся любовь. Вот, вот, настолько просто, одна история. Вот, 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 почему я люблю, вот, православие, как, не то, что название, а именно предание отцов. Да, да. Вот взять просто и так жить. Ну, я еще так не живу. И каждая такая история, реально мне обличение. И оно возвышение, и оно просто, Бог, Дух Святой, действительно, Он вездесущий, все наполняющий, все века наполняющий. Для нас, знаете, вот, есть прошлое, есть сегодняшнее, сейчасшнее. Вот, допустим, был час, когда приехал Кифа, он меня встречал на пороге, значит, я его встретил, он с двумя такими бокалами кавы. Вот так вот, вот так он стоял, так вот, я открыл дверь, он так вот стоял, она была еще горячая, эта кава. Вот, и, знаете, вот я, как-то прям такое чувство таки нахлынули, вот, момент, вот, соприкосновения, да, вот этой встречи нашей. Но я знаю, что вечности, вечность смотрит на нас сейчас вот стоящими, вот, я взял эти бокалы, я даже еще не сказал ему об этом, кстати. Это и сейчас я только делюсь с вами. Вот, значит, я взял эти бокалы и понял, что вечность прямо сейчас смотрит на нас. Вечность прямо сейчас смотрит на нас, вот, значит, с позиции вневременного пространства этого, этого, как сейчас говорят, другого измерения, ну, как не называй это. Это Божий мир. Он смотрит на нас, вот, двух вот братьев, собравшихся с кавой, попьем кофе сейчас, значит, да, он любит латте, я люблю капучино, вот, значит, да, мы разные, я сейчас в Рясе, допустим, да, он приехал без Ряса, значит, да, да, значит, по гражданке, да, Макловин, 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 I'm Jesus, Макловин. Вообще, классно вообще. Но самое-то главное, конечно, что вот эти всякие стереотипы рушатся, я думаю, небеса очень сильно радуются. Даже об одном, грешнике кающемся, вот, еврейских мудрецов однажды спрашивали, когда придет Машиах? Ну, об этом спрашивали всех мудрецов. Вот, и один из ответов был древних этих еврейских мудрецов следующий. Когда праведники покаются? О, спасибо, спасибо, спасибо. Аллилуйя. Да, Иисус. О, спасибо, 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 спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо, Боже, чува это. Господи, спасибо. наполняем миром каждого сейчас вечность смотрит прямо сейчас угасает все аминь все ситуации все вещи все полностью все угасает и просто сияет любовь аминь вот вечное сияние чистого разу до заводит реальностью в реальностью вашей жизни до вечность сияния любви чистого разума до бога и вот 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 изнутри все бог из личности смотрит на нас прямо сейчас и вечность встречается с временным и знай что христос пролил свою кровь за все твои грехи которые были есть или даже будут все за все это полностью он вне времени он любит он полюбил тебя он влюбился в тебя и ничто не изменит его сердце ничто не поколеблит его любви его веры его надежды спасибо господь аминь аминь брат богдан пишет об из а я имею ввиду помолимся вместе а да 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 бог алилуйя алилуйя тебе иисус спасибо иисус спасибо 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 во имя иисуса жизнь вам жизнь жизнь во имя иисус жизнь с избытком жизнь дух святой прямо сейчас до захватываясь рог разума рог каждого жизнь сейчас жизнь жизнь полнота исцеления полнота спасения свобода лёгкость благословение лёг справляются в дух душа и тело пусть действительно все приходит в единство аминь аминь да пусть благость господня сияет в ваших разумах ваших сердцах и ваших жизнях спасибо спасибо иисус что любишь их спасибо любимый мой что ты влюблен в них и пусть это будет реальностью я вас благословляю окутываю вас убери ты дух святой вас я не могу вон пошло вон во имя иисуса все тяготы вон пошли всякой суета вон вся суета несколько всякие сорняк суеты вон более галцарское мышление вон пошло во имя иисуса все законничество вон пошло да все христианство как религии вон во имя иисуса христа Вон во имя Иисуса Христа Я вас благословляю жизнью Мы вас благословляем Мы в согласии сейчас Говорим аминь На все благословения Божьи Вашу жизнь Духовные, душевные и физические Аминь Пусть ваш духовный рост Будет здравым Да Спасибо тебе Иисус Спасибо Иисус Спасибо родной Да благословит тебя Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя Господь Светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит Господь Лицо свое на тебя И даст тебе мир Во имя Иисуса Аминь 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 родные Потратьте сейчас Час Два О времени Просто сказать Иисусу спасибо Да Не спасибо А из сердца Просто благодарю Да Пусть это вырвется И захватит вас Аминь Да Да Не скупитесь Спасибо Пусть все Выплесните все Из сердца Потратьте Прямо сейчас Два Три часа Не просто день Благодарения Хотя бы час Благодарения Прямо сейчас Ночь потратьте Да Благодарение День Благодарения Да Будьте с ним Да Побудьте Побудьте Не уходите С его присутствием Да Дышите этой сладостью Вдыхайте легкость Выдыхайте Все тяжесть Все старое Обновляйтесь Аминь Просто дышите Главу дышите Аминь И каждый удар сердца Пусть будет Спасибо Иисусу Аминь Каждый выдох будет Сначала тяжести Выдыхайте А после этого Выдыхайте На других жизнях Аминь Аминь Оно само Когда уже тяжести Не будет Тогда Польется жизнь Просто Выливайте ему Все Отдавайте Все Да Отдавайте Отдавайте Все себя Всех семьи Все Благодарите его Да Он ваш личный Господь Он достоин Да Но мало сказать Он достоин Сделайте его Таким Чтобы он реально Был достоин Да В вашей жизни Спасибо Иисус Что меняешь Ихние жизни Да Спасибо Иисус Что каждый Кто смотрит Не будет Не будет Такой же Никогда больше Никогда больше Он не будет Прежним Аминь Никогда Спасибо Иисус Спасибо Иисус Спасибо Иисус Спасибо тебе Иисус Да Спасибо Иисус Закрывайте видео Идите к Иисусу Да 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 Это так Это так Поставьте на паузу Потом досмотрите Спасибо Иисусу Спасибо Иисусу Иисусу Спасибо Иисусу Спасибо Иисусу Миллионы-миллионы ангелов Сейчас радуются Славят Бога О Тебе и обо мне радуются Спасибо, спасибо Спасибо, Иисус, спасибо Спасибо, спасибо 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 Иисус, Иисус И еще наполняй Еще больше жизни каждому Жизни Да Еще больше, родной мой Еще больше, да Еще радости Еще свободы Не останавливайся Да Не останавливайся их менять Не останавливайся Да Дай нам еще больше исполняться духом Три Да Еще, 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 еще Пусть эти реки воды живой текут Да Реки 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 Пусть сладость Твоя будет на вкус, на запах реально ощутима Вся внутренность Твоей сладостью пусть, пусть преисполнится в жизни каждого Ами Да 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 А А Ммм 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 Благодарю Тебя, Отец, Сын, Святой Дух, благодарю Тебя за эту встречу, благодарю Тебя за то, что Вечность смотрит на нас сейчас. Благодарю Тебя, что мы смотрим Вечность. Благодарю Тебя за всех братьев, сестер, за всех, кто смотрел эту видеотрансляцию или будет смотреть потом в записи. Благодарю Тебя. И действительно, пусть эти, как Кифа молился сейчас, я присоединяюсь к этим молитвам сейчас, к этим просьбам, и благоставляю всех благочестивых, всех и законников, и беззаконников, и всех, Боже, и христиан, и нехристиан, все, кто будет смотреть это все. Боже, и пусть действительно совершается Твое чудо в судьбе каждого. Боже, я знаю, что Ты благо милости в Господе, и никто не благо, как только Ты, Господь. Нет такого, кто мог бы даже сравниться с Тобой. Ты тот любящий Отец, в сравнении с Которым любой земной Отец – это злой Отец. Если Вы, земные отцы, будучи злые, можете даяние благие давать детям Вашим, Ты говорил, тем более Отец Небесный даст благо просящему Него, даст Духа Святого просящему Него. Я прошу благо сейчас и прошу Духа Святого для всех нас. Благоставляю братьев, сестер. Благоставляю во имя Господне. Это надо? Серхиус, да? Да, сейчас звонок еще. Благоставляю Серхиус, благоставляю всех братьев сейчас. Ой, во имя Господне. Шалом Вам всем возлюбленные братья, сестры. Шалом всем Вам. Мир всем Вам. Благоставляю во имя Господне. Пусть Бог Аврама, Исаака, Якова, Отец наш, Сущий на небесах, досвятится имя Его. Его святое имя благословенно. Барухаше. Его Царство. О, спасибо, Господь. Оно в сердцах наших верующих. Спасибо. Благоставляю Вас во имя Господне. До встречи и на земле, и в небесах вечности. И в этих эфирах. До встречи. С Богом благоставляю всех Вас во имя Господне. Слава Богу за все. Шалом, шалом, шалом. Благоставляю. Слава Богу.